Уборка урожая зерновых колоссовых и зернобобовых культур всегда была самым ответственным моментом в жизни района. В преддверии ее начала, 11 июня, в зале администрации района было проведено предуборочное совещание. В работе совещания приняли участие руководители сельскохозяйственных предприятий района, главы крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели, главы поселения, руководители правоохранительных органов и инспектирующих служб. После приветственного слова главы района Заура Хамирзова, начальник управления сельского хозяйства представил доклад о готовности аграриев к уборке урожая 2024 года. По состоянию на 01.01.2024 в муниципальном образовании Кашхановский район находится 45 684 гектар, из них 35 118 гектар башни. В составы промышленного конкурса на основании Кашхановского района входит 6 сельскохозяйственных предприятий, это ООО «ЕЛИТ», ООО «ФАЗАМАТ», ООО «ГРИНАГРА АДГЕЯ», ООО «Агрофирма Эйгбрус-1», ООО «ФТОРУ САДБА», ООО «РУСПЕЛ СТРОЙАГРА», одно предприятие пищевого промышленности в ООО «МАГРУКО», 240 крестьянско-фермерских хозяйств, в том числе 30 занимательных водородством, 195 сельскохозяйственных и 14 хозяйств смешанных сельскохозяйств, то есть занимательных сельскохозяйств уже 12. Во время летней уборочной сады нам предстоит убрать 18 202 гектара зимы зимового культуры, включая рапс, яровые чмень и овес, что составляет 51% от всей башни, в том числе 15 094 гектара зимы пшеницы, 1546 гектара зимы рачленя, 1295 гектара зимы рапса. Оригинальными элитными семенами зимы зимы зимовых бассейна 3926 гектара, также составляет 24% от почвы для зимы зимы зимы. И 14 тысяч в речи за 84 гектара мы предпродуктивными семенами и семенами собственного производства. Высейные семена представлены 30 сортами и кплитами, включенными в государственные версии сельскохозяйственных досяжений. Такие сортами предлагают у нас Таня, Тимлязер ТСУ-50, из Устаристо, Алексеевич, Школа, УМЕ. Всего зимы пшеницы у нас по сортам пассейна 22 сортами. Пять сортов зимого членя. Убеж, Союз, Карера, Иосиф, Уран. Три сорта зимого рапса. Сармат, Целегория, Парус. Это санитарное состояние пассейна зимых бульд в ритмах. Несмотря на сложившиеся агроклиматические условия, засуха, заморозки, психозпроизводительные были приняты все меры, чтобы сохранить пассейн зимых и завершить цель и агроклиматическую оптимальную службу. Для получения волновесного оружия в 2004 году психозпроизводительными районами в основном выполнении необходимого объема агроклиматических и агроклиматических защитных бульд. Подконка проведена на всех посевных площадках, а зимых бульд в ритмах в оптимальной сроке. Для проведения уборки в Кашкабовском районе на сегодняшний день зарегистрировано 97 единиц уборочной техники. Это комбайн импортного производства 9 единиц, дом 1519 единиц, акросы 28 единиц, инисей 4 единицы, поленсия 3 единицы, нива эффект 5 единиц, инива 26 единиц, и вектора 3 единицы. Готовность к комбайну и уборке урожая зимных зимовых на 11.06 составляет 85%. Наличие автомобилей и тракторов на много зерна поле топ 145 единиц. Сначала текущая работа с производителями Кашкабовского района приобретено 11 единиц сельской хозяйственной техники, в том числе тракторов 7 единиц, комбайн 2 единицы, прицепной техники 2 единицы. При плане уборки 18 210 гектаров газимных нагрузка на один комбайн составляет 214 гектаров, что является средним показателем. Говоря иными словами, техника для уборки газимых зимовых в районе достаточно. Необходимости при включении у них на помощь на технике нет. Также в весенний период было посеяно Ярову кукурузу всего 16 589 гектаров. Из них 6 710 гектаров кукуруза на зерно, 9 152 гектаров подсолнечника, 879 гектаров соль, 160 гектаров сайта и 150 гектаров Яровой чумья. Погодные условия не сказали существенного влияния на техниках и просевших компаний. Объем финансирования по всем видам субсидирования в Кашкадовском районе за первую карту в 2020 году составило 5 757 965 рублей. В том числе на возмещение части затрат на проведение экономических обходов на средства 1 363 238, на возмещение части затрат на поддержку дилитного семеноводства 3 803 168 рублей, субсидий на возмещение части затрат, связанных с разведением от сводства 593 559 рублей. В ходе мероприятия рассматривались вопросы фитосанитарного состояния посевов. По данной теме выступила руководитель филиала Россельхозцентр по республике Адыгея Анна Минакова. В продолжении темы о том, что в районе бассейн, я бы хотела сказать, что все сельхозтоваропроизводители Кашкадовского района молодцы, они придерживаются той системы, которая предполагает, что отечественные семена должны быть в приоритете. Поэтому продовольственная доктрина, которую утвердили правительством Российской Федерации, она по азимным культурам выполняется в полном объеме. По яровым, конечно, здесь есть некоторые моменты, как всегда у нас кукуруза подсолнечник и азимы рапс. Это семена, которые где-то процентов 70 закупаются из других регионов. Но благодаря нашему правительству, которое имеет дальновидность и оказывает поддержку в виде субсидий, эта ситуация будет меняться. Поэтому в текущем году под урожайом 2025 года будет запланирована система подбора семян и культур, в разрезе культур, для того, чтобы соблюдать пространственную изоляцию и выращивать уже собственные семена, не нуждаясь в семенах других регионов, а также в иностранных семенах, которые сейчас почти остались в остатках и имеют низкую схожесть. Хотелось бы немного рассказать о том, как наши специалисты в текущем году работают. Работают они в новом формате с помощью информационной системы и приборов, которые выезжают на поля и фиксируют. Что это дает для нашего фермера? Это дает то, что в любой момент вы можете попросить историю полей, то есть в пространстве и во времени, даже через несколько лет, увидеть, что на этом поле было, какие и сделать некоторые прогнозы. Поэтому это очень удобно и даже, что касается семенных участков, то сейчас, как только вы посеяли, получили сходы, необходимо сразу пригласить нашего специалиста для того, чтобы поставить геоточку. А далее уже они сами рассматривают этот посев, ведут наблюдение за ним и дальше проводят апробацию в установленные сроки. Далее участники встречи обсудили основные этапы обязательного государственного мониторинга зерна. В этом году по остановлению правительства, повторюсь еще раз, госмониторинг только пшеницы будут проводиться, и мягких, и твердых сортов, но у нас только, естественно, мягкие сорта. По остановлению правительства обозначен полномочный орган, который может проводить именно госмониторинг, это, как Анна Васильевна сказала, Новороссийский флиал Центра оценки качества зерна. Я полномочен от них на период проведения мониторинга. Этот период будет длиться, пока продевать будет не будет, я не знаю, с 1 июня по 31 августа. Значит, для проведения мониторинга, единственное изменение в этом году, обязательно надо хозяйством заключить соглашение с Центром оценки качества зерна. Без этого соглашения мы не имеем права отбирать у вас образцы. Начальник пожарной части номер 5 Артур Миритуков обратил внимание руководителей хозяйств на необходимость проведения противопожарного инструктажа, соблюдение правил безопасности во время сбора урожая и запрета на сжигание стерни. Он подчеркнул, что в каждом хозяйстве должны быть установлены правила пожарной безопасности, их соблюдение позволит избежать потерь при проведении уборки урожая. Руководитель отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Азамат Курашинов затронул вопрос безопасности движения зерноуборочной техники по району во время уборочных работ. В свою очередь начальник инспекции Государственного технического надзора по Кашхабрскому району Беслан Хагауджов напомнил производителям сельхозпродукции о безопасной эксплуатации зерноуборочной техники. В территории района зарегистрировано 97 комбайнов, из них фактически имеется 84. В марочный состав хотелось бы упомянуть возрастную структуру. Так, до пяти лет в комбайне у нас всего 9 единиц, это 9%, от пяти до десяти это 7 единиц, 7%. Основная масса это 120 лет, 50% комбайнов, что требует, естественно, особого внимания в их эксплуатации и необходимости свидетельствовать. Подводя итоги совещания, глава района Заур Хамерзов выразил уверенность в том, что совместная работа всех служб района позволит организованно и успешно провести уборку урожая и пожелал успехов в этом нелегком труде.